А практика применения распределенных реестров и блокчинов, она сейчас, собственно, является той самой экспериментальной средой. То есть мы недалеко уходим от теоретических каких-то моментов исследований. Я буквально два слова хочу сказать о наших проектах, чем мы занимаемся. Итак, первый из них называется проект МИР, который, собственно, амбициозен по своей сути, но сейчас уже реализован на уровне MVP, Minimum Valuable Product. И заключается он в том, что я единственный вопрос хотел сказать. Вы все знаете, что такое блокчейн? Вот поднимите руку, кто четко понимает, что такое блокчейн. Четко. Ну хорошо, не четко, а вообще как. Для чего он нужен? Для чего нужен блокчейн, скажите мне? Кто? Кто скажет? Кто-нибудь четко понимает, для чего нужен блокчейн? Для организации взаимодействия между несколькими субъектами. Что оптимизировать? Быстрые доверительные отношения. Итак, блокчейн, он нужен для доверия в недоверительной среде. Вы не доверяете никому, никакой команде и людям. Но вы должны существовать в каком-то бизнес-процессе. Это первая функция. Вторая функция – это минимизация затрат. Мы убираем посредников. За счет этого снижаются транзакционные издержки. Для чего это нужно компания? Ну, то есть, это основные такие моменты. И мы попытались в своем проекте «Мир» это реализовать. Что такое «Мир»? «Мир» – это гиперсеть или по-другому, сейчас терминами забросаю, вы не пугайтесь. Потому что это все-таки область новая и будем обсуждать. «Интерчейн» – представим себе много блокчейнов у нас разных. Вы знаете, да? Что, скажем, «Биткоин» у нас блокчейн – самый известный и самый занимающий 50% капитализации рынка, крипторынка. Есть «Эфилиум», ну и так далее. Их очень много. Есть распределенные реестры. Мы привержимся того, что такого понятия, как «приватный блокчейн», не существует. Потому что блокчейн имеет определенные характеристики. Это децентрализация, это peer-to-peer, это наличие криптовалюты. Если криптовалюты нет, это распределенный реестр, либо это можно назвать «леджером». Да, уже возникают вопросы. Ну, это вопросы для лекции, у меня 5 минут всего. Итак, о чем мы говорим? Есть проект Waves с нашими российскими корнями. Может, знаете, Саша Иванов, он сделал блокчейн очень интересный, очень мобильный, очень растущий блокчейн. Он международный, конечно, как и любой блокчейн. Но с русскими корнями. Мы сделали, по сути дела, надстройку над ним, используя функциональные возможности. Сделали программное обеспечение, software. И то, что никто не сделал, сделали hardware. То есть мы сделали железячки, кубы. Для чего они нужны? Мы можем заменить компьютером, но мы столкнулись с тем, что людям очень тяжело поднимать так называемые ноды. Нод – это узел, который является элементом сети, элементом того самого чейна. Если мы берем блокчейн, создание блоков и запись его по различным нодам. Так вот, поднять ноду очень сложно, поэтому мы сделали куб ноды так называемые, которые, по сути дела, вы втыкаете их в розетку, и у вас есть собственная, подчеркиваю, собственная сеть блокчейн. Так вот, в идеале, то, что мы хотим сделать, это существование вот этих блокчейнов различных, они друг с другом не связаны. Ну, кроме каких-то небольших элементов, Atomic Swap называемых, но об этом отдельно. Мы хотим сделать возможность создания сетевых структур для компаний, в первую очередь, для того, чтобы они могли взаимодействовать вообще-то на выбор с любым из блокчейнов. То есть, заполнить вот эту среду, которая сейчас не заполнена, и тогда мы получаем, что такое мир? Мир – это гиперсеть. В отличие от интернета, вы спросите, зачем это? Это надстройка над интернетом, которая решает очень важную проблему – передача экономических сообщений. То есть, передача цифровых ценностей. То, чего интернет сделать не может. Это первый проект, мы, не углубляясь в подробности, подробности можем как-то обсудить отдельно. И второй проект – это из области токеномики, он, в принципе, связан. Если вы сеть развернули над тем же Waves, то вы можете создавать собственную криптовалюту. Собственно, криптовалюта, собственные токены. И второй проект называется «Распределение долей». Ну, он у нас там носит название такое – «Буидл». Знаете, «Ходл» есть. «Ходл» – это «Ходлеры», которые от слова «Холд» «Ходл» слышали, да, мэм? Не суть. Ну, не суть. Ладно, не важно. Распределение долей. В чем она? На примере покажу. Вот есть стартап – 5-7 человек. Люди собираются решить какую-то проблему. Да, у них есть проект, есть гипотеза какая-то. Они собрались вместе. Обычно как-то происходит. Никаких экономических взаимоотношений между ними нет. Мы классные ребята, мы договариваемся просто друг с другом. Например, о долях. Каждому по 33%. Три человека собралось, все поровну. Дальше что происходит? Они какие-то проблемы решают. Люди работают по-разному. Одни вкладываются, другие не вкладываются. Возникают конфликты. Вот конфликтология. Конфликт возникает почему? Ты работаешь меньше, чем я. Это всегда вот такая дилемма. А я работаю больше, чем ты. Как определить? Вот для этого мы придумали методику создания и оценки деятельности в небольших группах. То есть, ну например, у нас 3-5 человек, как было сказано. И мы собираемся, делаем это все на компании. Знаете, это доски такие. И выставляем задачи. И каждый эту задачу оценивает. Эта задача оценивается в токенах. Токен 1 равен 1 рублю. И, например, создать сайт. Вот, собрались и говорим нам создать сайт. Наша группа. Кто сколько может предложить? Я сделал это за 20 тысяч. Другой говорит, а я за 25. Третий говорит, я за 19. В общем, выбирает наименьшего, кто указал меньшую стоимость. Мы начисляем после того, как эта вещь сделана. Затем группой принимаем, потому что вопрос качества. И, например, может быть такое, что ну на 50% сделал, согласны, все согласны. И таким образом мы формируем, на каждую задачу мы формируем ее стоимость. Оценку стоимости. Зачем это делается? Знаете, долина смерти стартапа до момента получения каких-то денег. И это все существует в рамках того, что денег пока у вас нет ни копейки, ни рубля. Вы существуете в режиме энтузиазма. Энтузиазм скончается. Так вот, проблема стартапов в чем? Мы говорим, что в какой-то момент начинаются конфликты. Ты работал больше, ты работал меньше. И это все разваливается. Деньги не получены. И там 90%, по-моему, процентов я видел цифру, стартапов закрывается. Мы говорим о том, что благодаря вот этим задачам и распределению долей, вот когда наступает момент получения финансирования, финансового здесь, вот это начисление токена восстанавливается. И мы определяем доли каждого. Кто сколько работал, кто сколько заработал токенов, тот столько и будет в процентном отношении владеть компанией. И это справедливо. Потому что это прозрачно. Это принимается коллективом. Все видят в процессе деятельности. Вот это позволяет нам сделать такую методику для определенной экономической модели. То есть для стартапа, для небольшого. Такие же экономические модели можно делать для малого предприятия, для крупной корпорации. Ну там совсем другие должны быть метрики, инструментарии, какие-нибудь KPI и так далее. Для института, для, не знаю, для факультета, для любого формирования можно сделать такую экономическую модель, мотивационную токеновую. Распределение премий. Да, вот распределение премий. Очень интересно как бы идея с корпорацией давать. Ну это гипотеза пока. Если говорить о стартапе, то она уже экспериментально нами проверена и она работает. Ну на нашем собственном стартапе. Сейчас вот было бы неплохо еще это куда-то запустить, чтобы это массово было так проверено. И второй момент, что касается корпорации большой, мощной, крупной, то можно делать в деньгах, в рублях ставки, а премию вот таким образом начислять с токенами. Это становится корпорацией выгодно чисто с финансовой точки зрения. Могу это как бы доказать и объективно пояснить. То есть реально для крупной структуры это экономия финансовая. Меньше премий платить. Там просто за токеном не обязательно может стоять рубль. За любым токеном может стоять любая ценность. Поэтому, если мы... Бесплатные. Да, соцпакет, какие-то товары. То, что людям... А покупка оптом товаров приводит к существенным... Хочешь сконить зубнюку, прекрати срывать динлайн. Да. В итоге это просто выгодно. Экономически этот эффект даже можно посчитать. Понимаешь? Пока. Так, нет, это уже вопрос, который... Пойдите на консультацию.